Ребята, просто закачаетесь. Конечно же, во-первых, всем привет. У меня такие странные деньки. Вот вчерашний, ладно, только вчерашний день у меня странный. Короче, все еще ближатся эти самые дни. Во-первых, меня обсыпало вот здесь. Вот выскочили. Они, конечно, маленькие, но обсыпало тоже не по-детски вообще. В общем, что хотела сказать. Я вчера ничего не снимала, не красилась и лежала. Днем смотрела кино, что я обычно не делаю. Но вчера мне захотелось. Короче, сейчас я закрашу вот эти помпушки. Я почти закрасилась. Пью кофеечек и выйду на улицу и покажу вам такое. Просто интригантка года. Скорее заманывайтесь. Все. В общем, вы же знаете, что мы со Славой тут затеяли некоторые изменения. Как бы мне сделать волосы так, чтобы было прикольно, но при этом не мешалось. И при этом не тратить много времени на прическе. Короче, мы же со Славой тут затеяли ремонты. Что мы затеяли? Убрать всю землю перед домом. Точнее, как убрать? Мы туда засеем траву. И там у меня будет одна дорожка, на которой у меня будут расти красивые цветы. Пока не знаю, какие. Но какие-нибудь не сильно прихотливые. И какие-нибудь, которые, возможно, я посажу либо в этом году, либо уже на следующий год. Зависит от того, переживают ли они зиму. Пока не знаю. Так вот. А с другой стороны, короче, у забора у нас будет трава. А у дома у нас будет вообще, получается, отлив. Мы за это отвалим немалые деньги. Ну, ничего, никуда не денешься. Это в любом случае пришлось бы делать. Пришлось бы делать в следующем году. В следующем году бы это стоило еще дороже, как это всегда бывает. Что с каждым годом все дорожает. Вот. Поэтому, ну, как бы от этого никуда не деться. Поэтому придется нам потратиться сейчас. В общем, сейчас одни рабочие, которые приехали сегодня как раз в 9 утра, они откопали землю у забора. Потому что у дома землю откопают другие рабочие, которые будут делать там отлив, так называемый. Чтобы вода, которая стекает по дому с трубы, она не забивалась под фундамент и не разъедала фундамент, не разрушала его. А чтобы она ударялась об пол, можно сказать. Об фундамент какой-то, об цемент. И стекала от дома. Это обязательно нужно делать всегда. Почему-то здесь этого не было сделано. Только в некоторых моментах. В прошлом году дедушка сделал в одном месте тоже такой, типа, отлив, где очень много воды было. Вот. И в этом году он хотел продолжить все это делать. Но, видите, в этом году мы все это доделаем. И я очень рада, что мы это доделаем. Помимо всего прочего, вы помните, что у нас в гараже трэш. У нас течет гараж, крыша. Там какой-то грибок, от которого надо избавляться. Тоже там наводить шухер. Всем этим тоже будут заниматься. И вот как раз те рабочие, которые будут делать отлив, которые откопают землю там около дома, потому что они с той стороны будут делать отлив, они будут чинить еще крышу. Ну, короче, вы представляете. На самом деле, я думала, что отлив будет стоить достаточно дешево. Я думала, что нам это выйдет, ну, тысяч... Ну, семьдесят. Это не дешево. Семьдесят тысяч это немало. Но я думаю, ну, тысяч семьдесят может. Это и то. Я такая, типа, ну, возьмем побольше. Нет. Очень много раз больше. Получается, за домом грядка здесь, которые тоже есть. Мы там тоже убираем землю. Убрали забор. Пока только сетку вот эту. Вот. Потом уберем остальное. Палки. Также нам предстоит переместить дробницу, которую мы разбирали, ухаживали, можно так сказать. Мы ее будем тоже переносить с того места, потому что там тоже надо делать отлив. В общем, я надеюсь, что мы делаем все грамотно. И надеюсь, что дедушка смотрит на нас сверху и радуется. Думает, молодцы, молодцы. Ой, как я рада, что вы не забросили. Вот так бы он говорил. Как я рада, что вы такие ответственные ребята. Думаю, он так и говорит. Все, дамы и господа, пошли смотреть, как люди работают. Не знаю, мне, конечно, неудобно, не хочется их тревожить и снимать. Но как не посмотреть? Ну, по крайней мере, что смогу, что покажу. Если что, остальное я уже покажу, когда поедут. Короче, начну с самого начала. Мне пришлось немножко прервать нашу экскурсию, потому что сейчас к нам, получается, привезли всякие стройматериалы, и за них надо заплатить наличкой. Вот. Поэтому я поехала в город. Сейчас сняла так быстро, так легко. Сейчас уже еду обратно. Хотя сегодня нам надо было поехать в город. Кое-что купить для дому. Ну, посмотрим, может быть, вечером придется выехать снова в город. Сейчас надо поскорее закрыть этот вопрос. Сегодня нам не начнут делать вот эти все отливы и так далее. Ну, как я понимаю, сегодня просто привезут стройматериалы, хотя сегодня приехала. Вот от этих людей, которые делают... Ну, короче, рабочие там, не знаю, человека четыре, наверное, приехали. Один какой-то дядя замеряет, значит, от дома до земли, и сколько нам надо, чтобы делали вот этот отлив. Слава сегодня залезал на крышу, пока я спала, на крышу гаража. Они залезали вместе с соседом. Не с теми соседями, с которыми мы вот прям через забор вот так вот общаемся, которые нам еще помогали достать цветочек, а с другими соседями с другой стороны. Вот. Залезали, короче, на крышу, потому что у нас тоже общая крыша у гаража, и у них тоже, я так понимаю, течет. Вот. И мы им тоже предложили, что, ну, как бы, мы уже вместе сделать, поскольку нам все равно будут делать, как бы, могут и им сделать, если им это надо. Вот. Так что они согласились тоже, и им тоже, видимо, будут делать крышу вместе с нами. Я просто не знаю, какая там схема, что там нужно делать, нужно ли снимать всю крышу, да, или можно снять только какую-то половину. Ну, короче, не знаю, но в любом случае это хорошо. Вот это нам сделают, но внутри гаража разбирать мусор, там, шкурить стены, чистить от грибка, это нам делать не будут. Это нам придется делать либо самим, либо также нанять рабочих, людей, которые смогут это сделать. Землю нам, вот то, что вывозят, еще будут переносить дровницу, и, ну, достаточно тоже немало работы, хотя было ощущение такое, что за один день не справиться, но сейчас у меня уже ощущение, что я сейчас приеду, там уже все готово, потому что очень хорошо работают. Не знаю, я думаю, что это потому, что все под чутким руководством моего мужа. Почему? Потому что, ну, я думаю, что многие из моих подписчиков уже взрослые ребята, и вы знаете, что очень часто такое бывает, пока идет ремонт, какая-то стройка. Вот пока ты не смотришь на рабочих, да, ну, смотря какая там фирма, какие люди, да, работают, пока ты на них не смотришь, не стоишь у них над душой, они не работают, они ничего не делают. Пока ты на них смотришь, они работают, они все возят, все делают. Поэтому Слава сегодня с самого утра, вот как даже проснулся, получается, рано, да, проснулся и стоит на джиме. Вот я-то спала, как принцесса, я спала, слышу, как там люди хихикуют, землю мне выкапывают, у меня прям окна открыты на ту сторону, ну, и спальник, где как раз выкапывали. Я все сплю, слышу, как там что-то делают, думаю, хорошо, работа идет. Я уже об этом рассказала в своем Телеграм, кстати, подписывайтесь на меня в Телеграм, я там все рассказываю раньше, чем выходят влоги, да, ну, какие-то сплетни, делюсь тем, что мы делаем, все-таки чем живем. И кто-то написал, типа, Юля, почему вы не начнете делать ремонт в квартире, а делаете какие-то там стройки, ремонт на даче? Ну, ребят, вы представляете, там, ну, кто-то уже ответил, конечно, что на ремонт надо много миллионов, а там на даче что-то, ну, подлатать, построить, да, там, доделать, это все равно не такие будут большие деньги, хотя не дешево. Но мы почему решили? Мы думали, может, на следующий год, на будущий год оставить. Почему мы решили все-таки какие-то хотя бы такие моменты сделать сейчас? Потому что все равно в следующем году это будет дороже. Мы не знаем, что будет в следующем году. И хочется уже сделать, знаете, красиво здесь и сейчас. Все-таки, конечно, может, мы сейчас с деньгами супер небогаты, да, чтобы ими разбрасываться направо, налево. Ну, ничего, ну, типа, все нормально, но не так, чтобы разбрасываться, да. Но мы, в принципе, и не разбрасываемся. Мы на нужное, на полезное. Решили, что надо сделать сейчас. Почему нет? В моих идеальных представлениях зимой мы купим брусчатку красивую, которую потом по весне обложим, я не знаю, как правильно сказать, да, весь дом, все дорожки сделаем красивыми. Ну, в общем, хочется красоту сделать, действительно. Потому что мне здесь очень нравится и чтобы мне здесь нравилось еще больше, да, нужно навести такую красоту, вложить немного денег, чтобы было такое, типа, ну, мы столько туда денег вложили, мы должны здесь жить намного больше, чем там раньше, да. Ну, если честно, я думаю, что все-таки мы здесь будем больше времени проводить, чем раньше, конечно. Ну, и сейчас, видите, мы взяли все в свои руки, ну, как бы смотрим, что тут надо сделать, потому что теперь ответственность за этот дом лежит полностью на наших плечах, и мы должны за ним ухаживать, его любить и сделать все по красоте. Я уже приехала, очень-очень быстро я приехала от банка, видите, класс. Я уже приехала, и тут такая движуха. Короче, показываю. Здесь всю землю убрали, видите, вот здесь. Вот эти палки тоже будут убирать. Здесь откопали, здесь все будут заливать, сейчас приедет песок, щебенка. Это будет такой отлив, палубка какая-то. Вот это все надо будет убирать. Щебень вот этот тоже убирать, вывозить. Единственное, что вот не знаю, я бы, конечно, продлила прямо до этого, но тут цветок. Ой, господи, здоровая бандурина. Надо ее обрезать как-то. Слишком уж она здоровой бандуриной стала. Ну, красивая, зараза! Вот здесь тоже будут землю убирать. Вот эту грядку. Видите, тут забора уже нет. Снимают дронницу, видите. Да, прикол, конечно. Вот мы замудрили. Сюда землю накидали, пока я спала. Потому что здесь было не очень много земли, и корни было видно, вот цветка. Я сюда вчера еще насажала. Все, что смогла, оттуда перетащила. Надо будет, конечно, еще подровнять потом, прижать. Слава тут граблями, оказывается, работал, пока я спала. Розочки. Ну, здесь, получается, вот прям под эту. Хоп. И вот по этой линии тоже сделаем то же самое. Отлив вот этот. Потому что здесь трубы, все по ним стекает. Ну, короче, надо будет потом фундамент шпаклевать, тоже сделать красивым. Потому что там он где-то вообще внизу страшный стал. Вот это тоже надо будет потом покрасить, забор с этой стороны. Ну, вот видите, что с ним стало под землей. Там вообще дырки. Кошмар. И ведь все это, влага, вот это все идет к нам в подвал. Поэтому сейчас тут все сделают красиво. Так, ну что ж, планы опять изменились. Господи, сегодня сумасшедший день. Но ничего, сегодня поработаем, завтра будем отдыхать. Ну, или послезавтра. В общем, я сейчас еду в Москву без ночевки туда-обратно. Благо, дорога должна, вся дорога туда-обратно занять у меня где-то около трех часов. То есть сейчас мне час шестнадцать до дома в Москве. Это я в пять сорок, в три сорок буду там. Ну, то есть вообще херня. Если я быстро все сделаю, то к шести, к семи вечера я буду уже на даче. Вот, но у меня есть еще в Москве пару дел. Вот, так что сейчас буду ехать в Москву. Конечно, мне максимально не хотелось ехать в Москву, но есть две на то причины. Забрать деньги, которые у нас там лежат в Москве. Скажем так, в каждом доме есть своя какая-то заначка. Я не знаю, почему они у нас лежали в Москве все это время, когда мы уже больше месяца живем на даче. И, понятное дело, что лучше такие ценные бумаги держать при себе. И еще у Вивы закончился корм. Конечно, его можно здесь купить в городе, но у нас в Москве он есть, поэтому я лучше возьму прямо из Москвы сразу. И пеленки у нас заканчиваются для Вивы, потому что все равно на ночь я ей что-то стелю, и как бы ночью же она не гуляет, а она привыкла, что она может всегда пойти в туалет. Буду ехать в Москву, заодно, не знаю, какие-то манатки, может, опять соберу. Я, конечно, хотела приехать в Москву серьезно, с чемоданами, ну, как обычно, собрать кучу всего. А сейчас, пока я буду ехать, я буду думать, что я могу из дома, из Москвы еще притащить на дачу. Не знаю. Еще мне сюда на дачу должны были отправить две посылки. Вышло, что там что-то опаздывалась доставка, еще что-то менеджеру не быстро пришло, поэтому пришло только сегодня, представляете, и сейчас как раз-таки я тоже заберу менеджера все это, не надо будет отправлять все к нам сюда. Хотя мы даже смотрели, доставка не так уже и дорого стоила из Москвы сюда, там курьером, ну, грубо говоря, около двух тысяч бы вышло, но могло бы быть и больше, конечно. Вот, поэтому в любом случае сейчас я сделаю некоторые важные дела. Зато я думаю, успела съесть глазунью и успела славу накормить. Ну, конечно, очень занятой там человек, очень интересно посмотреть, что там произойдет, пока меня не будет. У нас, получается, сегодня две бригады аж работают, а еще нам придется делать новую дровницу, потому что это, конечно, она там была воткнута в землю и так далее, а там, где мы собираемся оставлять дровницу, у нас там нет земли, поэтому, возможно, либо что-то сварганим сами, потому что я посмотрела в интернете очень много разных классных вариантов сварганить дровницу своими руками. Прям было бы даже прикольно, мне кажется. Либо, ну, я не знаю, по поводу что-то заказывать, купить, просто хочется, чтобы все это выглядело аккуратно, чтобы там не собиралась вонючая влага, желательно без всяких дров под дровами, ну, то есть, как-то, знаете, какую-то подложку сделать, плюс у нас там немножко наклон идет, там, где будет дровница стоять. Ну, в общем, пока туда просто дрова отвезут, вот эта вот крыша, которая была, ну, не знаю, куда ее, в общем, посмотрим. Либо ее же и используем для будущей дровницы, либо, если она совсем уже все, то, наверное, может либо на помойку, либо в хозяйстве все пригодится, кому-нибудь отдадим или себе, не знаю пока, про это не думаю. Причесон у меня, конечно, отстойный, вот эти волосы торчат маленькие, бесячие, ну, ничего не поделаешь. А в ванной я бы хотела сделать какую-нибудь, знаете, абсолютно не белую, не розовую плитку, а что-то прям темное. Почему? Потому что там немножко вода, не то что ржавая, она течет прозрачная, но все равно из-за нее остается какой-то налет, поэтому периодически, постоянно, вся раковина в желтом каком-то, это легко смывается, но это вот именно, ну, вода такая. То есть я думаю, что в идеале нам еще, конечно, устанавливать очистку воды, фильтра, которые стоят такие, у моей мамы, например, это тоже нормально так денег стоит, там больше 80 тысяч будет стоить, такую штуку установить, хотя я не знаю сколько, но я просто помню, что вот у моих родителей там что-то, вот такие цены какие-то летали, если не больше, потому что я могу ошибаться. В общем, ладно, не буду отвлекаться на съемки, на болтовню, уже приеду в Москву и к вам подключусь. Дом, милый дом, как давно мы здесь не были. Я уже приехала. Судой. И здесь у меня есть где-то полчаса. Я заказала покушать. Жду, когда мне менеджер отправит посылку. Сейчас соберу какие-то вещички, возьму то, зачем ехала, и мы поедем обратно. Обратно ехать дольше. Так, похожу хоть здесь, посмотрю, как тут все вообще. Ничего. Открою пока окна. Пусть воздух заходит в этот дом. Странно. Знаете, я так отвыкла, вот сейчас в лифте поднималась, думаю, господи, какое же говно. Лифт это просто отстой. В общем, ладно, буду собирать манатки, вещички. И рвану обратно. Смотрите, сколько магнитов. Может их забрать? Не знаю. Короче, ладно, буду собираться. Хочу взять максимально хоть что-то. Вот, но все, я, конечно, не увезу. Так что посмотрим, насколько меня хватит. Так, собрала корм Вивы, который у нас в запасах. А пока, на самом деле, ничего особо не успела собрать. Уже успел прийти курьер, который я заказала по дороге домой. Заказала Бургер Кинг себе. Потому что я сегодня так глазунью поела, когда, ну, незадолго до того, как я выехала с дачи. Вот. И надо что-то перекусить, потому что не хочу заезжать в какие-нибудь авто чего-нибудь. Или, не знаю. Ну, короче, лучше дома сейчас перекушу спокойно. А потом поеду. Так что вот так вот сейчас буду кушать. Вот. Тем более я все равно жду и должна здесь находиться, когда приедет другой курьер. Я еще заказала другого курьера Яндекс.Лавку, чтобы потом не заходить в какие-то магазины. Потому что у нас хлебушек закончился дома. На рынке была. Но там пришло не тратить время заходить в обычный магазин за хлебом. Думаю, в лавке закажу. Быстрее привезут. Вот. Так что буду кушать. Уберу лук. Блин, а курсы-то оставь. Слава просто обзавидуется мне. Он сейчас там работает. А я путешествую по городам. Вот. Правда, мне даже собирать некуда. Пакетов особо даже нет никаких здесь дома. Вот. Я так спешила. Надо было хоть что-то взять. Так, ребят. Я уже приехала. Оказалось, что ничего интересного без меня не делали. Но. Знаете такую фразу ебаный шашлык? Вот он сам. И я, короче, купила на рынке килограмм свинины и подумала, положу-ка я его в холодильник. Пока буду дома. Пока буду ждать курьеров и так далее. Ну и все. Он, собственно говоря, там и остался. Собственно говоря. Я не переживаю за то, что мы его не поедим. Я переживаю за то, что он там будет лежать непонятно сколько. Но я попрошу либо брата, либо маму, когда они вернутся, чтобы они зашли туда и забрали этот кусок мяса. Вот что здесь прокопали, пока меня не было. Вот по эту штуку буду делать. Красота. Просто отлично. Завтра будут сюда все это класть. Делать нам здесь все, что надо. О, смотрите. Конечно, вода-то может и проходит, но там, видите, дырка. Вон что. Даже не верится, ребят. Даже не верится. Хотя, скажу честно, я бы, наверное, побольше здесь сделала отлив. Хотя хер знает. Но знаете почему? Просто есть вариант того, чтобы поставить сюда качалку. И можно было бы продлить это все дело. Но они же уже все подготовили как-то нехорошо. Я бы вот по эту херню сделала. Но качалки, конечно, все равно мало. Видите? Вот по эту херню я бы сделала. Да уж, а вот это что значит? Интересно, что оно так отличается по цвету. Знаете, что? Это наша новая тачка? Круто. Ну, расскажи, что тут было, пока меня не было? Ну что, выкопали землю. Слушай, а ты не думаешь, может быть, вот по эту херню сделать? Слишком много. Ты думаешь? А вот эти дырки, они так и будут стоять здесь? Их засыпать землей, тут даже травки не будет, получается. Только если надеяться, что она сама вырастет скоро. А вот эту говной? Это все снимем. Снимем? Ну, просто тогда уж эту говную тоже снять. Почистить все. Это все уберем. Ну, а как все равно? Скорее всего, мы вот это еще тоже разлили. Да? Почему? Ну, чтобы красиво залить. Ну, что сказать, ну, что сказать. Видите, я приехала еще светло. Это не значит, что я не устала. Положили сюда, значит, цемент. Все это, как бы, мне нравится, я не против. только если, не дай Боже, упадет на мой цветочек, как ты его заденешь. Ай-яй-яй. Моральная компенсация. Короче, завтра выкопают вот эту землю тоже. Сначала сделаем вот эту хрень. Ну, или не знаю как, но, в общем, короче, в любом случае вот эту землю тоже будем убегать. Вот эти перекладины тоже будем убирать. Вот эти столбы будем срезать. То есть, их не будет. Единственное, что знаете, я не понимаю, а вот эту хрень оставлять нужна ли она? В принципе, конечно, можно оставить. Ну, не знаю. Вот соберется здесь вода. Да, она уйдет там в травку, в грядки. Не знаю, что у меня здесь будет. Но все равно, так бы она выходила дальше. Ну, в общем, не знаю. вы видите, да, что там с этим, с фундаментом. посмотрите, что с фундаментом. Я думаю, ему вообще не по кайфу. Это, кстати, газовая труба. у нас здесь зарыт газгольдер. Там газ. Это очень дорогая вещица, между прочим. Подороже всяких брендовых сумочек будет. Так что, нам очень повезло, что она здесь есть, и дедушка ее когда-то зарыл. Единственное, что нам надо ее заправить газом, будет. Это тоже денег стоит. Ну, а здесь какашки. Придется нам сегодня так жить с открытыми воротами, но Вилочка все равно не убежит. Потому что слишком придется высоко забираться, она не сможет. Хотя, может, сможет, я не знаю ее возможности. Ну, то, что я забыла мясо в холодильнике. Причем, самое интересное, что я вспомнила о нем только сейчас. Даже, знаете, не на полпути, пока ехала. Такая не на полпути. Вот реально приехала, в машине сижу и такая шашлык. Я иногда так говорю абсолютно в разных ситуациях. Но эта ситуация идеально подходит для этой фразочки. Никогда не видела здесь, чтобы не было забора. Честно, мне кажется, что здесь без этой дровницы будет намного лучше, намного просторней. И нахрена вообще здесь дровница? Конечно, типа классная, она рядом с этим мангалом по сути, но мы редко используем дрова для того, чтобы пожарить шашлык. Это бывает очень редко. Вот. И она будет сзади, как я и сказала. Еще будут разбивать вот эту хрень бетонную. В общем, вот такие пироги, как тут мои цветочки. Пока вроде особо никто не засох. Вот эти два были засохшие, я их уже такими пересадила сюда. А нет, вон те какие-то немножко сухие. Может, повредилась, что хера узнает. Короче, ребят, сейчас 21.14, что я сделала? Разложила продукты, которые я привезла, там ничего такого особенного не было. Про мясо я вам уже рассказала, фейл года. Я позвонила брату и сказала, чтобы он зашел в квартиру, забрал мясо, либо, не знаю, сам пусть съест, если не съест, заморозит, если, что там, может, папе передаст. Ну, короче, просто не хочется, чтобы это мясо пропадало. Там, конечно, не огромный кусок, килограмм, слава богу, больше не взяла. Хотя раньше мы побольше брали, но так вышло, что только сейчас мы поняли, что мы столько не съедаем. Нам вполне хватает килограмма, там, шашлыка, там, 8 ножек, и это мы можем 2 дня есть спокойно. Даже гостей можем угостить. Ну, короче, мы еще высчитываем вот эти вот нормы по килограмму, и так далее, сколько что надо. В общем, я пожарила котлетки, которые передавала бабушка Надя. Мы приезжали к моей бабушке, вот, буквально на днях. Ее дача находится неподалеку. Это как раз бабушка, которая жила здесь, с которой у меня прошло все детство, и ее дача неподалеку находится. Буквально 20 минут, может, даже меньше, 16, вот так вот. И мы к ней приезжали, туда еще приезжал папа с Юлей, с женой, и с детьми. У них потусовались, покушали, бабушка нам дала пельмешков. Сегодня был тяжелый день. Мадам. Угу. Спасибо. Так вот, и она нам дала котлетки свои готовенькие замороженные, я их сегодня как раз пожарила, так что спасибо бабуле. Отлично, отлично, сделала макарошки, салатик. Мы уже практически покушали, и сейчас вот доедим эту котлетку, и все. А еще, я думаю, что вы заметили, что мы сняли фотографии. Возможно, вам покажется, что это как-то неправильно, и все-таки это же мой любимый дедушка, как я так могу? Ах, я хочу сюда другие фотографии, потому что эти фотографии, конечно, я люблю, и мы не все убрали фотографии, но, типа, это те фотографии, на которые смотрел мой дедушка, а мы хотим сделать другие фотографии, на которые будем смотреть мы. Ты что, все поел? Ну-ка, давай вместе котлету доедим, зай! Оставь меня, Слава не захотела убирать вот эту фотографию, где я маленькая, а вот здесь висит наш портрет со свадьбы. И вон там мы оставили фотографию с дедушкой, с папой, и на холодильник я три фотки вот такие прицепила, которые захотелось оставить конкретно здесь. Остальное просто пока подняла наверх, и чуть позже мы все эти пустые пространства. Видите, здесь тоже убрали фотографии моего брата Гош. Вон там вот что осталось. Получается, вот это новенькое, то, что нам на годовщину подарил Ярик, брат Славы. Эта фотка была, на которой дедушка любовался, теперь на нее любуется Слава, хотя я бы ее убрала, но он пока не хочет, чтобы я ее убирала. А здесь мы убрали все фотографии, и либо мы сюда засунем свои какие-то, либо мы вообще сюда никакие фотографии ставить не будем. И у нас есть рамки, мы распечатаем новые фотографии и с дедушкой, и с мамой, и со Славиными родными, и наши со Славой. Ну, в общем, я думаю, что это правильно, хотя морально мне было это сделать тяжело, то есть я на это решилась спустя месяц, сколько мы здесь жили. Все равно я не убрала вот те две фотографии с дедушкой, с папой, и не хочу их убирать, потому что, ну, как бы их дедушка повесил, и вообще они всю жизнь там висели, в принципе, как и те, которые здесь тоже какие-то, да, почти всю жизнь висели, но те фотографии мне захотелось оставить, тем более, конечно, с дедушкой, там, где он сидел. Все-таки, все-таки нужно жить дальше, нужно что-то менять в жизни, нельзя стоять на месте, как бы это иногда тяжело, может, где-то не было, не знаю, но в любом случае, когда-то у нас появятся свои дети, свои внуки, здесь будут висеть их фотографии, на которые мы будем любоваться, разумеется, когда-то мы здесь многое поменяем, да, покрасим стены, еще что-то, и в любом случае, этот дом, он не сохранится в таком же, да, каком-то первоначальном виде, как вот изначально было, да, при жизни дедушки моего, с одной стороны, и хотелось бы оставить все так, как есть, а с другой стороны, тоже думаешь, что, ну, все-таки, я же живу здесь и сейчас, ну, жить в прошлом тоже неправильно, в общем, в любом случае, это такие моменты, которые, с одной стороны, очень тяжело, а с другой стороны, ну, как иначе, другому никак, надо жить, нужно создавать новые воспоминания, новые портреты вешать, конечно, не забывать про старые, но не жить в прошлом, скажем так, и не жить в прошлом, это не значит, что не вспоминать дедушку или не смотреть на его фотографии, конечно же, нет, просто здесь, например, висели внуки моего дедушки, там, мои братья, куча их фотографий, это не значит, что я их не люблю, раз я брала фотографии, И, конечно, я их люблю. Ну, просто, например, обычно дома, да, у меня не стоят вот так вот их фотографии. Я могу в телефоне посмотреть, еще что-то. То есть, мне кажется, что здесь должны висеть фотографии вот наши со Славой какие-то, да. Вот, и я думаю, что я сделаю фотографию. У нас есть такая классная фотография, где дедушка с внуками со всеми. И, мне кажется, будет лучше сделать одну такую фотку, где мы все вместе, там и мой брат Гоша есть. Нежели, там, не знаю, кучу разных фотографий, там, Тимура с садика, Миша, там, с садика и еще что-то. Ну, в общем, их там просто было много. Вот, и вообще, может быть, когда-нибудь мы уберем эту картину, но пока не собираемся в любом случае. В общем, планов много, планов много. Но все постепенно. Я так говорила и про грядки спереди дома. Привет, ребят, новый день. Вчера ездила в Москву, вернулась. Вот, потом мы со Славой покушали, как я вам и показывала. Потом мы легли смотреть фильм «Охотники за привидениями», который вот новый был, мы его не смотрели. Ай, что сказать? Сегодня у нас продолжаются работы, и завтра у нас еще будут продолжаться работы. Я сегодня опять встала не очень рано, Слава сегодня опять рано встал. Там какая-то лютая движуха. Еще должны привезти перфоратор, что ли, это херня, который ломает бетон. Они какой-то привезли рабочий, но он оказался недостаточно силен для того, что нам надо сломать. Я сделала себе косички. С одной стороны, получилось очень аккуратно и красиво. Как мне кажется, с другой стороны, просто трэш. Настроение у меня просто не то, что плохое. В моем календарике написано, что остался один день до этих самых дел. Из-за этого я чувствую себя в доме. Неприятный звук, да? Кстати, здесь он вообще не забиваемый. Хороший бетон. Здесь наружу звук вообще по-другому звучит, чем внутри. Ну, понятно. А здесь у нас прибивают. Она сильно прибивает, прижимает пол, чтобы все, короче, было гладко. Ну, в общем, все по-серьезному. Посмотрите, какой звук внутри в доме. Так вот, смотрите, сколько удалось пока сломать. Тут какой-то очень крутой цемент, бетон. Че там? Че смотришь, че там? На трубу. На трубу? Да. А мне свою покажешь? Хе-хе-хе-хе. Оно типа и есть от мозга. А, то есть оно как бы было. Типа да. Ну, это как бы неправильно, потому что, ну, она должна быть под углом, а она просто ровная. Ну, да. Ну, в любом случае, мы это, подлатаем домик укрепим его. Смотрите, там арматура, сетка. Серьезно, короче. Не терпится, конечно, уже увидеть всю красоту, чтобы все было сделано. Еще дождики нам немножко мешают, потому что, когда тут все зальют цементом, бетоном, ты чего тут ошиваешься, Вивик, стрекозка, ой, какая быстрая. Вот сюда в лес все отвозили. Вив, если рискнешь сюда пойти, будь очень аккуратна. Вива, смотри, куда идешь, посмотри тут обрыв. Вив, Вива, не подходи. Че ты нюхаешь деревушка? Вот бетончик. Так, короче, нам надо какое-нибудь окно, может, хотя бы сделать, не знаю, в гараже. А, вот тут тоже, видите, соль. Мне написали, что это засолы какие-то. Что-то, короче, это когда зимой кладут кирпич. Че-то такое. Типа от этого можно избавиться, кстати, в беседке. Вот по поводу беседки надо что-то такое там. Короче, я выпила абсбол. Не то, чтобы мне капец как плохо, но... Какое-то состояние прям вообще. Слушай, какая-то тут муха охеревшая. Полюбила меня, посиди, не двигались. Давай, садись. Давай, покажем фокус. Давай, на этот локоть садись. Да, на локоть садись. Локоть. Так, ну собаку не пугай. У нас ее боится мух. Кто не знает, мы со словами открыли сайт наш. И там влоги выходят раньше. Где-то на пять дней раньше. Что-то такое. Ну, около недели, грубо говоря. Они выходят там пораньше. Я рассказывала в своем телеграм-канале, что подписчики на ютюбе особо этого не заметят. Потому что я так и так выставляю влоги с опозданием. Просто теперь я буду стараться их быстрее смонтировать. Чтобы когда я открываю, например, 20-й влог на... Давай, покажись в камеру. Видите ее? Сучара. Короче, чтобы когда на ютюбе у меня выходит 20-й влог, чтобы в этот же момент на сайте выходил 21-й. В чем суть? На сайте у нас влоги за денежку, как типа пред... Ну, как сказать... Ранний просмотр. Вот. За денежку стоит 49 баллов. Видео посмотреть. Ну, например, при регистрации человек получает 20 баллов на нашем сайте. Каждый день он может заработать где-то 2 балла, оставляя комментарий. И заходя на сайт, за заход на сайт 1 балл дают, за оставленный комментарий еще один. То есть, грубо говоря, ну, как бы 49 условно, да, если зарегистрировался, это уже 29. Еще оставил комментарий, это уже 28. То есть, по сути, это просто как символически, но при этом люди смогут посмотреть пораньше. Конечно, мы с этого прям огромные миллионы не заработаем, но это поддержка блогера. Я не вижу в этом ничего плохого. И для людей, которые готовы, скажем так, да, пойти на такой шаг, посмотреть видео пораньше и при этом поддержать, скажем так, денежкой своей, да. Ну, как бы мы старались сделать, чтобы это было комфортно. Вот. Хотя все знают, мы это открыто говорим, что видео, получается, выходят пораньше. Вы их можете посмотреть за денежку. Но потом они будут бесплатные на ютюбе. То есть, можете этого не делать, можете дождаться, когда они будут потом бесплатные на ютюбе. В общем, ну, все честно, без обмана, да, и так далее. В общем, для меня, как для блогера, возможность немножко заработать, скажем так, на поддержке своей аудитории. Вот. Для подписчика возможность посмотреть видео заранее. Мы со Славой еще нормально вам даже не презентовали сайт на ютюбе, потому что для нас важно все там проработать хорошенько. Да, многое прорабатывалось до того, как вообще, в принципе, открыли сайт, конечно же. Но сейчас у нас идет такой, знаете как, не то что тестовый режим, но мы смотрим, как все работает. Там уже много чего налажено, настроено. Потому что в первые дни у нас были вообще траблы с этим. Очень много людей заходило на сайт. Сайт был не готов к такому количеству людей. Что мы еще вам нормально даже про сайт не рассказали. Но да, действительно, мы уже открыли сайт. И по ссылке в описании вы уже можете посмотреть влог следующий. Да. Я, предвидя какие-то негативные комментарии, вы можете ничего не делать. Просто посмотреть этот влог. Надеюсь, что он вам понравится. А потом просто подождать, когда выйдет следующий. В чем проблема? Вот есть люди, которые пишут, люблю класс и так далее. Но мне, в принципе, хватает и так одно видео, например, в неделю посмотреть. И вполне норм. А кому-то хочется вот один посмотрел и сразу же следующий посмотреть. И я хочу сказать большое спасибо этим людям, этим искренним, таким преданным, можно сказать, подписчикам, которые любят смотреть мои видео. Спасибо им за их поддержку, за их желание посмотреть видео пораньше, поддержать блогера. Ну, для меня это ценно, и я за это благодарна. Также на сайте доступны пресеты. В общем, кому интересно, можете зайти посмотреть. Но мы пока супер большую презентацию не делаем. Не записали еще для вас такое видео. Потому что еще есть кое-какие моменты по поводу оформления сайта, да, какого-то дизайна, который тоже хотим изменить. И для нас все-таки действительно важно сначала, скажем так, провести какое-то общение с аудиторией, которая уже сейчас сидит на сайте. А потом уже, может быть, ответить на какие-то вопросы сразу вот на YouTube здесь, да, когда будем со Славой записывать видео про сайт и так далее, и так далее. Мух сидит опять, ногу чешет. Ну, Сачара, ну, Сачара. Короче, я сидела, читала комментарии под влогом номер 20. Читала под влогом номер 20, потому что у меня сегодня только 20-й влог вышел на YouTube. И все спрашивали, почему, собственно говоря, не было моих родителей на годовщине. Потому что они были на море, я об этом рассказывала в Telegram. И в нашей запрещенной соцсети тоже об этом, кстати, рассказывала. Еще тут был какой-то негативный комментарий. А, такие скучные влоги стали. Такое ощущение, что все радуются, как Юля деградирует. Оставил комментарий вот такой вот человек. Если, типа, повседневные дела это деградация, то тогда мы все с вами деградируем, кто занимается какими-то делами, бытом. Потом какая девка пишет, кроме жрать больше ничего нет во влогах. Жрем и жрем. Жалуемся на жизнь. Жрем, идем гулять. Убираемся, спим, делаем макияж, пожрать как смысл жизни. Интересно? Жуть. У меня новая фишка. Вот так, знаете, как бабушки старые делают. Эй-яй-яй, ну какая же ты прошмарда. А я что-то не припомню, чтобы в моих влогах мы постоянно жрали. По-моему, мы вообще не постоянно жрем. По-моему, я очень редко вам показываю, что мы что-то жрали. А так вообще негатива нет. У меня же среди подписчиков есть защитники, такие ярые, которые на любое негативное говно, которое льется в мою сторону. Или хоть намек на это. Сразу пишет огромное вот такое вот письмо. Ну, в общем. Вот эта вот девка, которая написала, типа, ой, как же она задолбалась со своими грядками. Я ей ответила в духе, типа, то, что вообще-то как бы дела делать надо. Если, ну, как бы, что, приезжай и сделаешь мне все дела с грядками, и вопрос закрыт, больше их показывать не буду. Ну, типа, куда деваться? Я просто показываю то, что я делаю в течение дня. Не все, конечно, но что-то показываю. В общем, я к чему. Потом еще я во влоге сказала, типа, шкарлупка. Короче, скорлупу от яйца так назвала. И какая-то девка написала, господи. Ну, короче, я не дословна, но в духе того, что скорлупа, а не шкарлупка. Ну, типа, то, что я тупая, и я не знаю, как правильно, и говорю шкарлупка. Ну, я ей ответила, конечно, кстати, без злости. Я ей ответила просто, типа, то, что вы просто не видели прикол. Я знаю, как правильно. Есть просто один прикол. Есть просто один прикол. Я не помню, то ли я это слушала каком-то голосовом, то ли это, короче, какой-то анекдот, то ли тикток. Тикток, это тикток был, да. Я смотрела, короче говоря, там у мамы два ребенка. Дочь и сын. И, короче говоря, ей звонит сын, и ее дети взрослые уже. Ей звонит сын и говорит, мам, ты представляешь, ну, по телефону, типа, вот моя там девушка или там, не знаю, жена сделала мне омлет. Ну, скорлупа туда попала. И мама такая, ооо, с шкарлупкой, господи, типа, какая же плохая она, нехозяйственная, типа, плохая, как так можно было? Потом, короче, ей звонит дочь и говорит, мам, типа, поругались с парнем дочери или там, не знаю, мужем. Говорит, вот, типа, поругались, мама такая, ооо, что случилось? Типа, дочь, а вот это вот, что случилось? А та ей говорит, ты представляешь, сделала ему омлет. Говорит, не нравится, типа, шкарлупка там. А мама такая, говорит, типа, ой, да подумай, шкарлупка, типа. Ну, короче, это прикол был о том, что, вот, это как моя мама, знаете, у которой есть и сын, и дочь. Угар в том, что моя мама как бы меня рожала не для того, чтобы я стояла у плиты и чтобы я с утра до ночи убиралась, но невестка моей мамы, девушка моего брата, должна быть очень хозяйственной. В идеале стоять у плиты, вы понимаете, да, вот этот прикол? Ну, конечно, там без гиперболизации какой-то, понятное дело, что я могу постоять у плиты, могу и не стоять, так же, ну, как бы, просто в этом заключался прикол, и мы с этого просто и с мамой ржали тоже. И там просто мама в этом приколе называла шкарлупка, и я с этого умираю. А еще кто-то пишет, то, что, типа, не нравится смотреть влоги с дачи, скучают по влогам из Москвы. Ну, я ничего не могу поделать, я сейчас живу на даче. Ничем помочь не могу, ждите тогда, когда мы и обратно вернемся в Москву, и будут влоги из Москвы. Очень хочется с вами поболтать, но шум и кошмар. Короче, ребят, на один день раньше начались эти дела. Я очень рада, потому что то, что у меня все работает как часы, как по часам, можно сказать, это хороший знак. В прошлый раз у меня вообще день в день, вот как в приложухе выставилось, так и приходит, и это, конечно, хорошо. Все. В общем, я выпила сначала одно обезболивающее, когда проснулась, но у меня сильно живот не болел, просто как будто бы надо было выпить. Чувствовала, что что-то грядет, но не знала наверняка. Вот. А потом узнала все-таки наверняка, и я поняла, что первое обезболивающее все-таки, короче, мало его. Я выпила второе, и вот только сейчас мне стало легче. Не могу сказать, что я прям очень долго страдала. Часа, наверное, два. В принципе, обезболула. Вот второе, которое я выпила, я его выпила где-то, может, полчаса назад. Достаточно быстро мне помог. Сейчас вообще никаких болей, спазмов, ничего. Обо. Хорошо. Мы с Вилочкой лежим, дремлем. До этого тоже дремали. Вот видите, какая у меня креветка. Мы вот так вот лежали, зашел Слава. В дверном проёму стоит такой, и Вилла как давай на него гавкать, и не останавливается. Он ей говорит, Вилла, ты что, слепошара? Она типа не узнает папочку. Сейчас уже время. Сейчас полшестого вечера, 5.30. В смысле, ну типа это время для меня обычно еще гулять и гулять. Короче, первый день этих самых дел. Дженгель. Самый ненавистный мной. Я очень рада, что теперь это все позади. Что второй день будет легче. В общем, самое главное пережить вот эти вот первые воли. И все. Потом можно отдыхать. У нас еще пока не закончили работать, но я недавно, вот как раз когда полчаса назад вставала, выпивала бейсбол, мне единственное, что помогает, это намесил. Больше мне ничего не помогает при этих самых днях. Ничего. Ни спазмолгон, ни ножпа. Ребят, ножпа, серьезно? Ножпа вообще помогает? Не, я знаю, что она помогает, но для меня это, знаете, прям очень слабая таблетка. Ни нурофен, ни... Короче, вот все, что вы напишете, я пробовала, не... Единственное, что можно, вот, мне пришлось выпить два намесила, этого немесила. Обычно одного хватает, но иногда выпиваю два. И иногда можно, например, выпить один немесил. И потом спазмолгон, например, я еще могу выпить, потому что спазмолгон обычно я пью тоже как... Ну, как обычно я пью, типа... Кстати, давно я его не пила, но бывает, что пью. Но редко, кстати. Блин, я раньше чаще пила спазмолгон, у меня очень часто башка раньше болела, сейчас, кстати, нет такого. Не знаю почему. Буду, наверное, вставать с кровати. Хотя мне так уютно, так тепло. Сегодня не очень жарко, 19 градусов показывала, хотя по ощущениям холоднее. Вот, но я думаю, что мне еще так было некомфортно и немножко, знаете, как будто знобило из-за того, что у меня эти самые дни и спазмы, короче, какие-то. Ну, неприятно. В общем, я полчаса назад выходила, смотрела, что там уже сделали. Там уже спилили трубы, которые держали сетку, ну, в общем, от забора. Спилили, не знаю, что там сейчас. На самом деле, вот, я что хотела сказать, что вот я смотрю, тяжелая работа, конечно. И я понимаю, что... Ну, вот знаете, как очень часто бывает, люди пишут блогерам, типа, то, что это не работа, это херня. Ну, типа, это легкотня. И, конечно, когда ты смотришь на то, как люди работают, реально, знаете, какую тяжелую работу делают, да? Физически тяжелую. Ты думаешь, типа, блин, ну, реально, не то, что несправедливость. Ну, просто в духе, знаете, вот люди проделывают такую огромную работу в течение, там, нескольких дней, да, будут у нас тут столько всего делать. И, а по денежке, грубо говоря, получат, ну, вот на руки именно себе за работу, да, а не за то, что еще материалы, ля-ля-ля, там, да, вот именно себе чисто за работу получат. Ну, кстати, я не знаю, сколько получат. Они там сами свой счет ведут и так далее, то, кому чего и тому подобное. Но я думаю, что не очень-то много в конечном остатке, знаете. И к чему я это веду? Что, да, если говорить в плане физически, то я не вправе так говорить, потому что каждый блогер и публичный человек, ну, по-разному, скажем так, живет, по-разному действует, работает. И, ну, как бы, вот можно сказать, что сейчас, по сути, я особо не напрягаюсь, да, я монтирую, да, я снимаю, да, я там сижу, то есть у меня работа такая, можно сказать, сидячая. Как за компьютером, но это тоже работа все равно. Но, наверное, больше морально, может, тяжелее, да, потому что сейчас, по сути, есть так сказать, что я не особо напрягаюсь. Потому что сейчас мы живем на даче, каких-то таких, прям, знаете, ну, можно сказать, каникулы. У меня каникулы, по сути, то есть я снимаю, все вам показываю, рассказываю. Но, по сути, вот так вот, чтобы напрягаться, я сейчас особо не напрягаюсь, если говорить в плане для... Не то, что не для контента, а для того, что, знаете, какой-то сильной такой движухи я не устраиваю, я не хочу сейчас, у меня реально каникулы. Я вообще говорила и писала, но некоторые об этом забыли, наверное. Я писала, что я хочу отдохнуть этим летом, морально отдохнуть. Хочу делать то, что мне нравится, хочу, не знаю, хочу жить на даче, пить витаминчики, пить венчик. Короче, просто хочу отдыхать, наслаждаться тем, что я делаю. Вот, просто иногда я получаю комментарии о том, что я... Я, конечно, классная. Вот у меня были беседы в Телеграме о том, что кто-то написал, что... Ну, типа, не то, что я не развиваюсь. Ну, короче, как обычно, вот эта наша тема любимая. Ну, типа, девочка, грубо говоря, выросла из меня, ей уже неинтересно смотреть. Но на самом деле, конечно, если сравнивать мои влоги из Москвы и несколько лет назад, я считаю, что сейчас я намного интересней, хотя я могу ошибаться, но, по крайней мере, комментарии какого-то количества людей и статистика просмотров, тех же самых охватов, она всё-таки... Короче, ей больше верю. И по этой статистике я вижу, что мои видео стали больше людям заходить, больше просмотров на них стало, больше комментариев. И когда мне пишут, что, типа, надоели твои грядки и, типа, то, что... Ну, на самом деле, таких комментариев очень мало. Ну, просто то, что я вижу, может быть, кто-то другой видит больше, но я не вижу много таких комментариев, их можно, наверное, по пальцам одной руки пересчитать. Но я просто что хотела сказать, что, конечно, кому-то надоедают мои грядки, кому-то надоедает то, что я, не знаю, люблю свою собаку. Ну, типа, я уже к этому привыкла. И я вообще к чему говорю, что моя жизнь всегда под пристальным вот этим вот каким-то надзором, я не знаю. И люди считают, что они имеют право осуждать, обсуждать мою жизнь из-за того, что я публичный человек. В принципе, наверное, я не знаю. Но почему никогда никто не думает о том, что я такой же человек, и я могу делать что-то не так, как нравится вам. Зато это нравится мне. Так же, как что-то, что делаете вы, не понравилось бы мне. Жизнь интересная вещица. И сейчас, когда у меня перестал так сильно болеть живот, я люблю эту жизнь. Я говорю спасибо и привет. Потому что, вот прям, знаете, сразу после того, как тебе было плохо, ты начинаешь сильнее ценить моменты, когда тебе неплохо. И я хочу сказать такую вещь. Цените моменты, когда вам хорошо, даже когда вам не было плохо. В общем, надо вставать. Льви, усыпайся. Пошли гулять. Почему маму не ждешь? Ой. Так, на сегодня работа закончилась. Уже уехали. Ну, потому что сейчас уже будет темнеть. Да и просто уже, ну, нормально поработали. Короче, как вы видите, вот такую хреновину здесь снесли. Спилили вот эти палки. Понятно, здесь тоже уберем. Вот, здесь все это заделается, разумеется. Как-то надо это тоже залить, я думаю. Ну, интересно. Короче, я бы все-таки и эту хрень убрала. И при возможности бы все вот так вот залила. Поравняла бы по эти палки как раз. Ты хочешь, чтобы здесь бетон был? Ну, да, и мы же не можем вот посюда землю и травку сажать. Это же дичь. Нам надо точно сюда что-то хотя бы, наверное, вот это закрыть. Нет? То, конечно, можно ко мне каких-то накидать. Капец, она глубокая, интересно. Ты не представляешь, сколько там. Вот мы мерили. Что, внутрь что-то засовывали? Да, лопат вся ушла. Да ты что? Да вообще. Прикинь, сколько здесь бетона. Сколько там бетона. Сейчас туда прикинь, лягушка какая-нибудь. Да не, а это что? Не понял. Что? Это я. Это ты достал? Да. А почему щебенку не увезли эти чуваки, которые здесь земли убирали? А это что, не надо убирать, что ли? Да, я забыл с ним спросить. Ай-яй-яй, проварганили, Вячеслав Иванович. Ну ладно. Не, щебенку не надо уносить мою щебенку. Цемент тоже закатаем. Ну да. В принципе, что она? Ну сейчас вот это все в хрене, в железо. Короче, вот это ты сам все снимал, да? Да, ну еще не все снимал. Ну да, да. Вот железные куски. И что, тоже туда засунем? Да. Ну правильно. Ну-ка. Вот все, что вот здесь есть, вот эти вот столбики железные, я их вытащу. Угу. И завтра мы их все туда, они отправятся. Еще крепче будет все, да? Ну да. Да, хорошо, что вот так вот будет ровно здесь. Правильно, это самое логичное. Угу. А не оставили этот инструмент? Да. А ничего с ним не будет? А что с ним? Да, ну после этой работы хочется, конечно, и фундамент покрасить. Согласен? Хочется фундамент вот здесь обравить, да. Да и там. Ты видел, какой он там гнилой? Ну да, и там. Ах, мы такие взрослые, такие самостоятельные. Так. Какой-то паук. Сплел паутиню на моих лилиях. Ты глянь, да. Вы не видите-то, ребята. Вы-то не видите. Из-за того, что у нас здесь столько песка лежит, мы не можем закрыть ворота. И из-за этого все видят, что у нас здесь происходит. Мы сейчас ездим со Славой в город. Да, закрой на ключ, чтобы никто не зашел. Зай, ты занимаешься фигнёй. Ты понимаешь, что если кто-то захочет достигнуть участок, он просто перешагнёт через эту кучу. А тут даже особо стараться не надо. Надеюсь, никто не захочет. Ну-ка, сними меня, я грабитель. Закрыто. Нужны ли мне отмычки? Нет. Всё, бандиты победили. Да, закрой дверь покрепче, Зай. Привет, ребята. Что со мной было? Вчера, как вы знаете, у меня начались те самые дела. Это очень важная информация для всеобщего обозрения. Ладно, конечно, это не важно. Я могла бы этим не делиться, но уж поделюсь. Просто потому, что я знаю, что среди моих подписчиц есть девочки, которые тоже страдают от сильных болей в те самые дни. Так, в общем. Просто делюсь, как своими прыщами бывает делюсь, что я такой же обычный человек, у которого также бывают жуткие боли. В общем, вчера мне было плохо. Я выпила два обезболивающих. Всё. Потом мне было хорошо. Потом ночью мне захотелось... Захотелось мне, значит, поиграть в утюг. Что я поняла? У нас дома есть отпариватель в Москве. И я сначала фанатела по отпаривателю. Думаю, утюг, это ж прошлый век. Типа отпариватель, вот это технология. Я с этим отпаривателем уже просто заколебалась. Он мне надоел. С ним очень долго. Тяжело всё вот сделать идеально гладким, идеально ровным. Те же футболки. Есть такие ткани, которые надо прям жёстко придавить утюгом, чтобы они стали гладкими, ровными и идеальными. Так, в общем, здесь нет отпаривателя. Здесь есть только утюг. Я думаю, блин, поменяю постельное бельё, во-первых. А во-вторых, поглажу всё. Потому что я люблю на гладеньком спать, знаете, как в отеле. И я, скажу честно, я периодически глажу постельное бельё. И отпариваю в Москве тоже. Ну, достаточно часто. Но я это ненавижу делать. Ну, просто ненавижу. Вчера же я получила огромное удовольствие. Я получила огромное удовольствие от того, что я гладила постельное бельё. Мне это так понравилось. Потом я перегладила все футболки славы. А их очень много, я вам сейчас покажу. Ну, конечно, ещё больше их там в Москве, ещё половина. Но, в общем, всё равно я на это потратила часа три, наверное. Потому что я ещё гладила постель, поменяла всё. Гладила футболки славы, свои вещи тоже какие-то гладила. Но у меня намного больше всяких кофточек, типа маечек облегающих, которые гладить, отпаривать не надо. Они на тело просто сами прижимаются и всё. Ну, такие ткани, короче. Вот. И, блин, было так весело. Я теперь хочу отгладить всё, что есть в этом доме. Ну, вообще, я рассказывала и говорила всё это не к тому. Я вчера, когда гладила, сначала всё было классно, а потом я долго стояла, у меня началась сильно болеть поясница, вот это вот всё. Ну, потому что первый день этих самых дел, ну, всё, короче, не комфортно, не классно. Ну, всё, я закончила, легла, ну, всё, кайф, класс. Сегодня утром я просыпаюсь в 9 утра от ужасной боли. Уже не такая боль, как вчера, в первый день этих самых дней. А ужасная, резкая боль. Я сравнила её с какими-то схватками, которые я, конечно, ещё, наверное, так вот прям перед родами-то не испытывала, потому что я и не рожала и так далее. Но просто, просто эта боль другая какая-то. В общем, чё сказать, было жутко больно. Я выпила в 9 утра где-то обезболивающее. Это уже было третье обезболивающее за последние сутки. Это, конечно, отстой, это очень плохо, что я столько всего выпила, но боль такую терпеть жёсткую тоже не хочется. Выпила. Потом я просыпаюсь уже, ну, я лежала, вот это всё, ждала, когда пройдёт. И как-то уснуть хотелось, ну, знаете, чтобы не терпеть боль и подождать, когда скорее подействует лекарство. Оно как будто вообще не подействовало. Стало полегче, но, знаете, вот просто вот иногда лежишь, вот я лежала, и как скрутит, как прихватит, такая прям жёсткая, острая прям была боль какая-то, что я аж... Вот так вот. Ну, короче, это было ужасно больно. Я не знаю, что это за херотень такая. В итоге я выпила ещё спазмолгон, и вот он мне помог. Поэтому сейчас я чувствую себя намного лучше. Сейчас полчетвёртого уже дня, я помыла голову, накрасилась. До этого я долго ходила, бродила, лежала, страдала, помирала от боли. И, в общем, вот такой вот у меня день сегодня. У нас до сих пор продолжаются строительные работы во дворе. Уже третий день. Ну, а что поделать? Возможно, будет и четвёртый. Но интересно посмотреть, что там сейчас происходит. Но у меня мокрая голова, поэтому мне надо будет что-то учудить, чтобы её не простудить, потому что на улице, к сожалению, мои хорошие, совсем не жара. Да, 22 градуса пишет. Ну, типа, не холодно как бы, но на самом деле вообще не жарко. Ещё вчера хотела голову помыть. Ну, думаю, ладно, животик болит, не буду. Вот, посмотрите, как всё гладенько, красивенько. Всё погладила. Такой кайф спать на немятом. Вот эти все футболки Славы я погладила. Они все идеально сложены. Свои вещи тоже погладила. Но вот здесь в основном те топики всякие, которые как раз гладить не надо. Вот, отгладила костюмчик свой. Вот такой футболочек. Такой, 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 такой. Вот эту не гладила, она у меня домашняя, и у неё такой материал, который быстро мнётся. Ну, короче, она домашняя, пофиг. Вот, так что всё погладила. Вот этот костюмчик погладила. Ну, на это у меня ушло много времени, конечно. Сейчас я хочу пойти на улицу, посмотреть, что там, как дела обстоят. Надо будет прибираться в доме. Тоже дела какие-то делать, потому что много посуды всякой. Разложить, разобрать. Скорее бы уже все эти стройки закончились, и началась хорошая погода. Она, кстати, должна скоро начаться. Но не сегодня. Надеюсь, если я пойду вот так вот на улицу, это ничего страшного. Никто не подумает, что я сумасшедший какой-то. Блин, ну какая же погода. Да, она так вот резко испортилась, и прям уже держится так нормально дней. Да, Вив? Вив вообще такое лицо недовольное. И надо тебя причесать и глаза почистить. Посмотрите, какая красота. Сделали так ровненько. Убрали здесь забор. Там вот всё стелят. Супер. Круто! Всё будет так красивенько, как я радуюсь. Вот здесь просто дичь вчера. Ну, я думаю, вы видели. Тут большой такой толстый плотный кусок был цемента, который делал мой дедушка. Я не знаю, почему он здесь сделал такой прям серьёзный кусок. Такой твёрдый. Вот здесь прям был очень крутой цемент. То есть, вот как дороги делают, знаете, туда ещё его было очень тяжело разломать, потому что, видите, в цементе, помимо просто там каких-то щебёнок, были какие-то специальные ещё камни. Ну, короче, мы смотрели вчера, и Слава мне рассказала. Я, в общем, в этом, конечно, не сильно разбираюсь, но суть в том, что его было нереально сложно сломать. И, по сути, должны были, грубо говоря, прокопать тоже сильно, да, так же, как здесь сделать, потому что тут-то не было вот этого цемента. Но мы сказали, что, ну, как бы не надо, тут же и так цемент просто сверху налейте, потому что это трэш. Ну, туда копать – это дичь. Плюс из этой штуки идёт труба, она здесь проходит, и её тоже, как бы, чтобы не повредить. Вот, видите, потом, попозже мы снимем и вот эту палку, и вот это всё уберём, заборы. Но это уже потом когда-то. Сейчас этого делать не будем, конечно. Блин, я в шоке. Мне не верится, что вот это всё мы замудрили и делаем. Здесь тоже вот так вот пойдёт. Ну, вы знаете, уже знаете, что будет. Так, ребят, мы с Ивочкой прогулялись немножко, на улице распогодилась, я переоделась в футболку, сняла этот платок с головы, полотенце. Немножко посушила даже голову на улице. И пока гуляла, отвечала на вопросы в своём телеграме, и кто-то у меня спросил, как вы все, наверное, знаете. А может быть, и не все. Ну, знаете, я думаю. В общем, моя подружка Карина и Оск решили какое-то время пожить в Америке. И, конечно же, всех очень сильно волнует этот вопрос. Волнует моя реакция, моё отношение. Я не знаю, почему, потому что, ну, какая разница, какая у меня реакция, какое у меня отношение. Это же их жизнь. Конечно, это звучит сейчас так, что кто-то уже начнёт писать всякие сплетни, заговоры, интриги, что мы не общаемся, и поэтому у меня всё равно. Но нет, я знала о том, что они там хотят остаться на подольше ещё до того, как Карина об этом рассказала в видео недавно. Это их личное дело, это их выбор, их жизнь. И мне абсолютно всё равно, где ребята хотят жить. Я буду просто рада, если они будут счастливы. И если они счастливы, да, будучи в Америке, то замечательно. Что я ещё могу сказать? Я, как всегда за тебя скажу, я счастлива. У меня просто есть такие вещи, где родился, там и пригодился. Может быть, не знаю, может быть, у ребят наоборот, намного лучше жизнь сложится там. Но я просто, если говорить про себя, я бы не рискнула, конечно, так вот эти... Вот я смотрю на ребят, у меня прям адреналин скотчет, потому что я в этом плане, нет, я бы не рискнула, я бы... Ну, конечно, я бы хотела, может, попутешествовать, да, будьте времена поспокойнее, финансы покрепче, да, в этом вопросе, в моменте. Но вот так вот, чтобы, наверное, решить прям на какое-то долгое время остаться. Ну, долгое, это как, я не знаю, понятно, больше там трёх-четырёх месяцев. Для меня это... Для меня месяц, в принципе, за границей, это уже трэш. Чё, хочу домой! С Кариной не будем так видеться, общаться, как раньше. Но я думаю, что все и так поняли, что это неизбежно, что мы выросли, мы изменились. У нас не то чтобы мало общего стало, очень многие взгляды разные на жизнь в целом. Но это не значит, что мы там что-то поругались. Нет! Просто такое бывает, когда люди растут, меняются, их отношения к жизни, к каким-то вещам тоже меняются. И в детстве такие вещи обычно не то что не проявляются, но ты не думаешь о каких-то более серьёзных глобальных вещах. Да, то есть, когда ты вырастаешь, ты уже как-то по-другому смотришь на жизнь, на всё вокруг. И вот так, конечно, мы с Кариной обе выросли. У каждого свои там взгляды, не знаю, какие-то цели, мечты. И это абсолютно нормально. Это абсолютно нормально. Нет такого, что у Карины там правильные какие-то ценности, цели, а у меня нет. Или наоборот, у меня вот правильные взгляды, а у Карины нет. Это неправильно. Для каждого близко то, что его, то, что для него хорошо, то, что ему нравится. Вот и всё. Поэтому я говорю о том, что придёт какой-то момент, когда мы будем общаться меньше, видеться реже. И это, в принципе, вот такой, наверное, момент и пришёл в наших жизнях. И сейчас вопрос не в том, что мы теперь, не знаю, не поделимся друг с другом какими-то переживаниями, какими-то счастливыми моментами. Конечно, нет. А вопрос просто в том, что каждый живёт свою жизнь. Каждый живёт теперь ещё и в разной стране. Я просто буду рада, если они будут счастливы. Вот всё. Даже если из-за этого мы не будем вообще видеться, или, не знаю, когда увидимся в следующий раз в реальной жизни. Каждый должен жить так, как он хочет. И если человек может себе позволить жить так, как он хочет, то почему бы и нет? Согласны? Мне кажется, да. Сейчас я здесь наведу красоту, так называемую. Положу всё в посуду, молоко. В субботу мы поедем, или в пятницу вечером, поедем к Славе на дачу, потому что у его мамы день ровный день и я. Я сейчас набирала водичку и увидела, как мило лежит Вива. Лежит здесь. Она обычно тут не лежит, а сейчас почему-то лежит. И хвостиком крутит. Щёточкой своей, метёлочкой. Девочка моя милая. Курочка. Вива собачка. Вива девочка. Ой, какая хорошенькая. Да, да лежи, лежи там. Там сейчас интересно будут, там сейчас будут делать. Погода так разгулялась, что стало даже жарко. И я этому очень-очень рада. Вот, варю макарошки с сосисочками. Сейчас уже почти всё приготовится. Сосиски тоже готовы. В принципе, можно выключить. Я немножко прибралась в комнате, потому что я вчера немножко напылила. Хотя перед этим я пропылесосила. Я пропылесосила, а потом решила всё вот это гладить, менять постельное бельё. Поэтому, короче, напылила маленько. Надо было сегодня ещё раз пропылесосить. Всё протёрла. Пиль убрала. Здесь всё разложила. Ну что ж, я немножко привела здесь всё в порядок. У меня там старается бельё. Загрузила посудомоечную машинку. А ещё, посмотрите, у меня реснички выпали вот здесь. Я вот эти нагибаю. И как будто бы там ничего не выпало. Ничего, мне даже нравится, когда не очень много ресниц. Посмотрите, какое солнышко. На разы не чудесно. Чудесно. Ох, как же классно смотреть, как люди работают. Так, ребят, я забыла с вами попрощать. Сейчас. Близь 15, 4? Капец. Как всегда, спать опять не хочется. Просто это можно делать. Короче говоря, закончила монтаж этого блога. Сижу и думаю, что же делать дальше. Зачем я в течение дня, бывает, сижу монтирую, когда мне ночью заняться нечем и хочется как раз-таки монтировать? Не знаю. На данный момент всё, что я отсняла, у меня всё смонтировано. Я не знаю, чем заняться. Надо снять реакции. Слава не успевает смонтировать. У нас есть смонтированные реакции, но он не успевает, потому что последние три дня он занимается тем, что... Вот у нас ремонты на улице. Потому что я-то сплю. Не выхожу, не слежу. А он просто... Я ему даже говорю, мы сегодня обнимались, что-то... Я говорю, что я так по тебе соскучилась. Он тебе реально три дня вообще... Ну, мы обычно сидим там что-то вместе, туда-сюда погуляем по даче. Мы даже до мусорки не гуляем уже, я не знаю, сколько. Короче, три дня. Вот завтра будет четвёртый. Как он занят этим вопросом? До этого мы открывали сайт, и у нас там были некоторые неполадки, как я уже говорила в этом влоге. Что там... Ну, короче, глючила маленько из-за того, что много людей, заходит трафик и так далее. В общем, занимался он этим вопросом тоже несколько дней. То есть он постоянно сидел на сайте, чтобы всем ответить, чтобы всем там чё кому вдруг, если что-то не пришло, чтобы всё пришло. Ну, короче, сейчас, кстати, всё хорошо работает. Можно, ну, просто проверять на всякий случай, всё ли ок, но по сути всё ок. Вот он проверяет, говорит, всё хорошо работает, знаешь, всё хорошо реально. И, короче говоря, из-за этого у него не было времени смонтировать реакцию, которую мы отсняли как-то. Вот, поэтому надо эту реакцию уже пусть сам доделать, потому что он там уже что-то начинал, что-то там склеил уже. Вот, а следующую надо будет нам тоже снять, может, даже две. Мы помним про реакции, люди ждут реакции, мы про них помним. Мы их хотим снимать, мы их будем снимать. Обязательно. Вот, просто надо на них найти время. Потому что даже снять, чтобы снять, надо найти время. Как минимум часа три, три с половиной. Вот, обычно на это уходит много времени. Я думаю, что найдём время, может, со следующей недели получится. И то хрен знает, мне надо Москву. Я с вами прощаюсь. Я это специально замудрила. Специально не стала ждать до завтра, чтобы вам показать результат работы. Уже посмотрите в следующем влоге, в 23-м. Ничего себе! В 23-м влоге всё это посмотрите, что там получилось. А кому не терпится, что же там в итоге у нас теперь получилось, как теперь всё выглядит, вы можете перейти по ссылке в описании на наш сайт, на котором уже доступен предпросмотр следующего влога. Вот так. Или просто подождите. Мне самой уже не терпится увидеть весь конечный результат. Ещё пока нет конечного результата, но то, как вот всё в итоге залили, с другой стороны дома, да, с другой, с другой. И завтра ещё будут работы у нас проходить, и в гараже делать фигню, чтобы дырки не было, чтобы ничего не текло. Так что всё это будет завтра. Всё это будет в следующем влоге. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что вам было интересно, прикольно. И, кстати, по поводу... Вот я в начале влога говорила, что нам было бы неплохо сюда поставить хрень для очищения воды. Такие специальные фильтры, фильтра, не знаю, такой один огромный очиститель воды. У меня, например, у родителей дома такой. Это было бы, в принципе, неплохо. И также, чтобы у нас была питьевая вода. Потому что сейчас у нас питьевая вода в таких больших баклажках, бутылках. И, кстати, Слава заказал, завтра нам привезут где-то 7 новых бутылок. Или 10. 10, наверное, заказал. Да, она, конечно, вкуснее водичка. Спору нет. Но все равно. Вот этот вот типа кулер, который у нас тут стоит. Прошлый бег. И из него очень неудобно набирать воду в кастрюлю. Ужасно неудобно. Что-то очень долго. Поэтому, конечно, было бы хорошо, чтобы вода была очень чистая, свежая. И из-под крана хорошая текла. Потому что, например, я вот там что-нибудь сварить, сосиски там, макароны, я варю в питьевой чистой воде. Потому что из-под крана, например, воду здесь взять вообще не вариант. Она, ну, не классная, короче, вода. Вот. Хотя, видите, голову мою, ничего, волосы блестящие. Какой, вай-вай. Видишь, как в рекламе шампунь. Так что, да, такие дела. В общем, ладно. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели этот лог. Надеюсь, что он вам понравился. Ставьте пальцы вверх. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь. Всех люблю, целую и обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. И всем пока. Ту-ху-ху.